Лесные орехи, они же фундук, сразу вызывают ассоциацию с белочкой, это же чем-то волшебным и драгоценным, сказочным. Между прочим, еще совсем недавно фундук действительно в основном собирали в лесах. Но теперь все иначе. И, например, в Италии уже есть целые мегаплантации этого ореха. Какого он получается качества и что несет здоровью? Ореховый бум пришел на север Италии сравнительно недавно. В последние пару-тройку десятилетий, когда мировые цены на фундук выросли из-за большого спроса со стороны кондитерских компаний, делающих конфеты и шоколадную пасту. Фермеры быстренько подсуетились, перестали полагаться на ненадежный сбор в лесу, завезли культурные урожайные сорта. И вот, пожалуйста, в коммуне Краванцана региона Пьемонт уже 92% территории отдано под орехи. Владелец компании по выращиванию и обработке фундука Эммануэле Канапаро учит меня прямо руками по-мужски раскалывать свежие орешки. Ага. Окей, скажи. Окей, супер. Я теперь тоже могу щелкать фундук голыми руками. Но, конечно, такой фокус проходит, да и то не всегда, только с еще мягковатыми орехами, не успевшими подсохнуть, чтобы справиться с любыми, даже самыми неподатливыми экземплярами, чего только не придумано. В американском штате Вашингтон есть даже целый музей щелкунчика. Орехоколов здесь уже больше шести тысяч, и коллекция все пополняется. Среди экспонатов есть и камни, которыми кололи орехи еще в пятом веке до нашей эры, и классические фигуры щелкунчиков и солдат, и современные экземпляры, сделанные с особой выдумкой. Вот, например, такая металлическая труба и шар. Бросаешь шар, и орех расколот. Чтобы орехи получились хорошими, важно не срывать их раньше времени, а дождаться, когда сами упадут от спелости. И тогда в дело вступает вот такая подметальная машина, похожая на гигантский робот-пылесос. Она засасывает в свое чрево все, что находит под деревьями, и с помощью обдува, сильной струей воздуха, разделяет листья, камни и орехи, которые ссыпает в мешки. Чистит фундук специальная машина. Скорлупу потом тоже используют для отопления вместо дров. Очищенные орехи поджаривают и просушивают, чтобы кожица отпала сама. Финальный контроль за человеком, чтобы ни один неидеальный орешек не попал в упаковку высшего, самого дорогого сорта. Отсортированные орехи упаковывают в вакуум. Так, по словам Эммануэля, продукт может храниться годами, потому что в отсутствии контакта с воздухом не происходит окисление, и ядра не прогоркают. А иначе они могут стать не только невкусными, но даже опасными для здоровья. Интересно, подумал я, а что продается в наших магазинах? Мы сдали несколько образцов в лабораторию. Результаты чуть позже. А пока о том, за что фундук ценят диетологи. Это высокое содержание белка, моно- и полиненасыщенных жиров, витаминов группы В и витамина Е. Все это положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Но важно не увлекаться. Продукт это очень калорийный. 50 граммов – это примерно вот такой объем. Это тот небольшой объем, который вполне достаточен в виде перекуса, в виде, возможно, планового приема пищи. Все то же самое касается и любых других орехов. Исследования показывают, что добавление всего одной горсти в день очень хорошо для здоровья. Всегда, правда, возникает вопрос, а убивает ли пользу жарка? Научные данные говорят, что нет, если, конечно, не превышались допустимые время и температура. В жареном фундуке сохраняются даже антиоксиданты – лютеин и зиоксантин, полезные для зрения. Ну и, конечно, легкое обжаривание делает орехи невероятно вкусными и ароматными. Именно из такого фундука в Италии готовят легендарную орехово-шоколадную пасту. Ядра перетирают до получения маслянистой массы, добавляют какао, сухое молоко и сахар. Получается нежное, тающее во рту лакомство. Вкус очень сильный. Впрочем, не все пасты могут похвастаться таким содержанием орехов. Мы внимательно рассмотрели состав одного из самых популярных недорогих брендов. И оказалось, что фундука там всего 13%. На первом месте сахар, и его больше половины. Такой продукт полезным не назовешь. Хотя его привычный вкус моим детям, например, нравится. А вот то, что я привез из Италии, от Эммануэля, они не оценили. Сказали, слишком ореховое. Представляю, какая была бы реакция на чистую ореховую пасту. У нас в магазинах ее еще можно встретить под названием «урбеч». Такой почти горчичный цвет имеет натуральная, цельная паста из лесных орехов. А на вкус... Ну, не такая приятная, как с добавлением какао, сухого молока, сахара. Неприятное чувство во рту такое сухое, похоже на арахисовое масло. Нет, больше не хочу это. Теперь понимаю, почему. Вот такой вариант гораздо популярнее. Еще бы. Совсем другое дело. Цельную пасту Эммануэля продает фабрикам, где производят знаменитое итальянское мороженое. Добавление небольшого количества придает поистине волшебный ореховый вкус. Вообще фундук в этой стране имеет массу кулинарных применений. Например, во время командировки в Пимонт мы жили в агроотеле семьи Фатча и наблюдали, как три поколения по вечерам сначала колют и чистят орехи, а потом бабушка Тереза, она же Нонна Джемма, готовит при поддержке детей ореховый тортик. Итак, два яйца, кладу сахар и добавляю в стакан молока. Туда же немного сухих дрожжей, пять столовых ложек муки и чайную ложку молотого кофе для аромата. И, конечно, измельченный фундук. Особое удовольствие для детей вылизать миску из-под теста. Пьетро и Моголи чуть не дерутся за то, кому достанется больше. Я лично все-таки дождался, когда все испечется. Приятного аппетита! Спасибо! Это было вкусно! Интересно, что украсить собой фундук может вовсе не только десерты. Хорошо бывает добавлять его и в салаты, и в горячие блюда. Вот, например, барабулька в фундучной панировке от шеф-повара Артема Мартиросова. Важная роль фундука сыграть в этом блюде плотность, аромат и добавить побольше, так сказать, жирности. Артем измельчает фундук в блендере, взбивает белок с солью, обваливает рыбу сначала в нем, а потом в фундуке, обжаривает со всех сторон. В это время ошпаривает овощи в кипятке и жарит на другой сковороде с добавлением соли, специй, белого вина, овощного бульона и сливочного масла. Шеф-повар выкладывает на тарелку овощи, рыбу поливает соусом и украшает очищенным печеным каштаном. Хрустящая корочка из фундука придает рыбе новый яркий вкус. Можно приготовить с орехами и необычное холодное блюдо. Холодная закуска из шпината, козьего сыра и фундука. Это невероятно красиво и очень полезно. Но только в том случае, если орехи качественные. А какие продают в наших магазинах? Мы решили это проверить совместно с Федеральной службой по аккредитации. Образцы трех торговых марок Семушка, Джаз и Надбери, а также развесной фундук с рынка и фасованный из гипермаркета мы сдали в лабораторию, аккредитованную для определения нужных нам параметров. Результаты порадовали. Прогорклых ядер везде оказалось меньше 1-2%. Опасного афлотоксина, смертельного яда, который выделяют плесневые грибы, обнаружено не было. Низкий показатель афлотоксина Б1 говорит о том, что все представленные образцы транспортировались и хранились при заданных условиях хранения. Впрочем, специалисты советуют всегда держать ухо востро. Белый налет, влажность, пятна и слишком темный цвет должны насторожить. Если это фундук в упаковке, предпочтение стоит отдать тому, что в вакууме, и выбирать пакеты лишь с небольшими прозрачными окошками. Так орех меньше контактирует со светом, а значит, медленнее портится. И если, попробовав, вы вдруг почувствовали горечь, сразу выкидывайте. Такие орехи могут быть опасны. Ну а в целом наш главный вывод такой. Ешьте фундук, можно в смеси с другими орехами, в идеале по горсточке в день. Не меньше и не больше. Это вкусный способ добавить себе здоровья.